Меня сейчас очень беспокоит тема иностранных агентов, потому что известно, что сегодня... Вас-то почему? А вот слушай, потому что ты знаешь, что сегодня в Думу внесли представление закона, по которому и физическое лицо тоже может быть объявлено иностранным агентом. Но там очень расплывчато описана процедура получения статуса иностранного агента, как будет присуждаться, на конкурсной ли основе, куда подавать заявку, насколько велика сегодня очередь в эти иноагенты, где ее можно наконец занять, и вот нужна ли справка от ЦРУ о том, что ты действительно являешься иноагентом, за что могут исключить, и можно ли по суду в России требовать восстановления в этом звании, и можно ли как-то проскочить в иноагенты тому, кто не участвует в митингах и пикетах, потому что без этого значка иноагент не будет никто больше ни смотреть, ни читать. Это важнейшая необходимость. Вот мы видим, например, там история с Соловьем в Питере. Это очень непростая история, тоже имеющая отношение к иноагентству, потому что известно, что на Соловья, узнав про то, что он будет, с самого утра переодетые гамбургерами агенты ФСБ, там много было гамбургеров, они бродили, расставляли селки, Соловей в селки попался у гостиного двора, был схвачен ментами и заточен в клетку, откуда он в течение почти недели политически разлагал полицию, но полиция решилась на Алла Верды и тоже решила объяснить ему, что она думает про эту жизнь. Соловей понял, что на эхе Москвы об этой власти говорят еще очень почтительно. И совсем даже... Ну, он, кстати, достойный вообще Соловей, очень авторитетный, сильный, любопытный персонаж. Единственное, вот у меня лично к нему претензии, он безобразно подбирает бабочки под жилетки, а во всех смыслах он очень хорош. Но я думаю, что его в питерской этой истории надули, ему объяснили, что нужно срочно бежать, столбить свое право называться иноагентом, именно через участие в пикетах и митингах. И он поспешил, да, поскольку желающих получить это звание, конечно, очень много. Спасибо.